Всем привет! Быть в курсе актуальных новостей – залог успеха современного человека. А в курс последних новостей студенческой жизни тебя введет команда Универ Ньюз. И я, Петрова Дарья. Смотри сегодня в выпуске. Хочу быть студентом. Количество абитуриентов КФУ ежедневно увеличивается. Каково быть отличником? Наконец-то они получили то, что заслужили. Учиться и еще раз учиться. В КФУ заработала школа интеллектуальной собственности. Работа приемной комиссии вузов страны набирает обороты. Первых абитуриентов встречают и в Казанском федеральном университете. С будущими студентами общалась наш корреспондент Анастасия Иванова. У выпускников 2016 года прошли выпускные. Отзвенел последний звонок. Сданы все экзамены. Впереди самое главное – поступление в университет. Свои документы в Казанске федеральной подали уже более 20 тысяч абитуриентов. Их число постоянно увеличивается. Давайте же пообщаемся с будущими студентами КФУ. Казанский федеральный университет – один из девяти российских федеральных университетов. Старейший классический многопрофильный вуз, готовящий специалистов по многим направлениям. Большинство абитуриентов выбирают КФУ по престижу и качеству образования. Но все же у каждого свои причины. Кому дом ближе, а кого друзья позвали поступать за компанию. КФУ – престижный вуз. Поэтому думаю, что многие хотят в КФУ. И я тоже хочу, потому что действительно престижный вуз и хорошее преподавание. После одиннадцатого класса я хотела сюда поступить, но, видимо, так не получилось. И в этом году я хочу попробовать реализовать свой шанс. Вот, попробую перевестись. Ехала из города Южкоролы, республики Мариэл. Мой молодой человек обучается в данном вузе, поэтому я решила поступить сюда же. КФУ известен по всей России. Здесь я получу лучшее образование. И потом перспектива есть, потом хорошую работу найти. Просто мне понравился ваш сайт, который я посмотрела. Все вот эти институты, там факультеты. Ну, университет очень престижный, очень классный. Надеюсь, у меня все получится. Пока будущие студенты в волнениях несут свои документы в желаемые вузы, вместе с ними волнуются их мамы. Из разных городов республики и всей страны в КФУ приехали мамы и папы абитуриентов, чтобы поддержать своих чад в волнительный момент жизни. По-моему, я больше волнуюсь, чем она сама. Вы вместе приехали, с ней поддержать? Да, конечно, обязательно. Как же возможно, поддержка всегда нужна, особенно родительская. Больше волновалась, чем она, действительно. И в церковь ходила, свечку ставила. Но, слава богу, у меня очень умная и способная девочка. И она оправдала все мои ожидания. И сейчас я надеюсь, что она поступит в этот самый лучший вуз. Этот вуз я уже три года назад приметила, взяла на заметку и поставила цель, чтобы она сюда обязательно поступила. Подача документов позади. Теперь осталось только ждать заветных списков зачисления. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универ Ньюс. 250 самых талантливых студентов КФУ были награждены красными дипломами. Выпускников отличников поздравил сам ректор Казанского федерального Ильшат Гафуров. Подробнее расскажет Адиля Валеева. В 2016 году церемонию награждения отличников КФУ провели в здании Института управления экономики и финансов. Всего на церемонию награждения было приглашено 250 самых лучших студентов Казанского федерального. И, безусловно, отличников с этим значимым событием поздравил и ректор КФУ Ильшат Гафуров. Я хочу сказать вам огромные слова благодарности за тот период, который вы провели в стенах нашего университета, ибо этот период был связан не только с получением знаний вами, но этот период был связан и с этапом формирования нового федерального университета. Церемония прошла в торжественной обстановке. Долгожданные красные корочки отличникам вручали ректор КФУ Ильшат Гафуров и директора институтов. Казанский университет – огромное производство профессионалов в своей отрасли. Стоит отметить, что и отличников здесь гораздо больше. Например, в этом году с красным дипломом окончили 1630 студентов. И для того, чтобы получить диплом из рук ректора, студентам требовалось не только получить отличные оценки, но и проявить себя в общественной жизни, научной деятельности и, конечно, творчестве. Четыре года мучений, стресса. И теперь, когда ты закончил университет, закончил у вас красный диплом, перед тобой открывается новая жизнь, и ты должен пытаться себя реализовать, найти свое призвание. Потому что, как нам говорили после школы, что у вас начинается взрослая жизнь действительно. Только сейчас я начинаю понимать, что эта взрослая жизнь начнется после этого дня, после этого выпуска. По словам ректора, университет – это не только преподаватели и студенты, но и выпускники. И видно, что выпускники любят свой альмаматор и гордятся им. Чувствую, на самом деле, с одной стороны, огромную радость и гордость за свой университет и то, что мы являемся его выпускницами. А с другой стороны, я чувствую горсть, наверное, и грусть, потому что я покидаю стену родного университета, который воспитал меня и дал мне достойное образование. Я след действительно упорного труда. Я помню, что говорил декан, что говорили преподаватели еще на 1 сентября, в самом первый день нашего пребывания. И вот сейчас было бы здорово сравнить те эмоции, которые у меня были в самом начале. Тут ведь трепет все, даже не знаю, как это выразить, с тем, что сейчас у меня действительно чувствуется удовлетворение и гордость за проделанную работу. И очень честно. На самом деле, я чувствую гордость за себя, за свой университет. Четыре года прошли не зря. Я хочу сказать, что за четыре года мы получили много знаний, много навыков, которые пригодятся нам в будущей профессии. КФУ – один из лучших университетов России. И похвастаться красным дипломом Казанского федерального может не каждый. Эти 250 студентов – лучшие из лучших. Желаем им и в дальнейшем быть всегда первыми. Адиля Валеева, Роман Самарин, Универньюз. А теперь познакомимся с самыми свежими новостями Рунета в нашей традиционной рубрике «Веб-Ньюз». 4 июля представят фирменный стиль казанского зообоцада. Его лицом останется снежный барс, но выполненный в новом стиле. Ученые КФУ сравнят вред обычных и электронных сигарет. В группе исследователей трудятся специалисты, которые категорически против любых видов курения. И вопрос об одобрении использования электронной сигареты не стоит. Волейболисты по Волжской академии спорта стали чемпионами Всероссийской универсиады 2016 года. В соревнованиях приняли участие 16 мужских и 16 женских студенческих команд со всей России. Сборная МЧС Татарстана выиграла чемпионат по Волжье по пожарно-прикладному спорту. Участники состязались в преодолении 100-метровой полосы препятствий, подъеме по штурмовой лестнице на учебную башню, пожарной эстафете и боевом развертывании. В набережных Челнах прошли бал и рыцарский турнир на открытом воздухе. Гости праздника учили средневековые танцы и приняли участие в турнире по мечевому бою. Казанцы просят убрать статуи возле чаши. По мнению многих, они выглядят устрашающе и не подходят для такого места, как ЗАГС. В шести районах Татарстана откроют 3D-кинотеатры. Поддержку от фонда кино получили Зайнский, Лениногорский, Менделеевский, Титюрский, Огрызкий и Мамадышский районы. В России вышла книга писателей-фронтовики Татарстана. Книги выпускают на татарском, русском и английском языках. Многодетные семьи могут бесплатно получить жилые участки. Земли расположены вблизи Константиновки, Больших Дербышек, а также в Высокогорском районе. Президент Республики Татарстан посетил ОАО «Татхимфармпрепараты». Там он ознакомился с новым производством стерильных глазных мазей, капель и нестерильных наружных мазей и гелий. Президент сопровождали ректор Казанского федерального университета, заместитель премьер-министра республики и другие. Студенты юридического факультета КФУ заняли третье место в конкурсе по международному уголовному праву в Гааге. В нем также приняли участие около 40 студенческих команд мира. Аналитический центр «Эксперт» выпустил предметный рейтинг университетов России. В гуманитарном направлении КФУ занимает второе место. КФУ В КФУ свои двери открыла летняя школа интеллектуальной собственности. На протяжении двух недель студенты и молодые специалисты со всей России будут углублять свои знания в этой непростой и полной подводных камней сфере. На открытии школы побывала наш корреспондент Диана Авакян. Интеллектуальная собственность КФУ по всему миру, давая возможность студентам получить необходимые знания в этой непростой сфере. Мы очень благодарны КФУ за содействие в организации данного мероприятия. Это единственная летняя школа, которая организуется на русском языке. И единственная летняя школа, которая уже на протяжении многих лет проводится в Российской Федерации неизменно. В течение двух недель слушателям прочтут лекции известные российские иностранные специалисты в области интеллектуальной собственности. Программа также включает деловые игры, мастер-классы и групповые дискуссии. Здесь ребята будут изучать тенденции развития законодательства по интеллектуальной собственности. Это и связано с патентом, и с товарными знаками, и с авторским правом, и с межными правами. И, конечно, система защиты, система охраны интеллектуальной собственности. Стоит отметить, что знания о законодательных аспектах интеллектуальной собственности будут полезны не только юристам, но и техническим специалистам. Эту мысль подчеркнул директор инженерного института КФУ Наиль Кашапов. Если мы у себя в интерьер-классе имеем магистратуру по интеллектуальному собственности, если бы мы могли параллельно, допустим, платное второе образование давать юридические специалисты, то мы получаем тех специалистов, которые на мировом уровне были бы, конечно, очень сильно востребованы. Диана Вакян, Роман Самарин, Универ Ньюз. Говорят, что через 20 лет наша планета потеряет свои нефтяные ресурсы. Эта проблема не перестает волновать все человечество. Что необходимо предпринять? Возможно, ответ дадут ученые КФУ. Скорее смотрим. КФУ завершила свою работу конференция ТОР-2016. Именно здесь со способами и методами добычи трудноизвлекаемых углеводов поделился целый ряд зарубежных ученых. Изучив доклады коллег, участники мероприятия сошлись в едином мнении, что в ближайшем будущем Казанский федеральный университет ждет сложная, но ответственная задача, а именно укрепить за собой статус Центра инноваций для нефтедобычи. Не оставили без внимания целый ряд проектов, которые пока не имеют аналогов в мире. Безусловно, если их удастся реализовать, то это будет огромный прорыв мирового масштаба. Действительно, сейчас многие склоняются, что применение новых термических методов позволит нам снизить экологические проблемы с добычей нефти и позволит нам увеличить добычу трудноизвлекаемых запасов. Сейчас известно, что на ближайшие 20 лет еще нам хватит, так сказать, традиционной нефти, но через 20 лет уже эти запасы будут практически исчерпаны. И не только нам, России, а по всему миру стоит этот вопрос, как нам добывать ту нефть, которая нам даст не только энергию, но и материал. Потому что большинство материалов производится из компонентов нефти, которые добываются. Вот и все новости на сегодня. Помни, даже жарким летом команда Универ Ньюз обеспечит тебя последними новостями. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!